Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин держится, но выглядит как-то слабовато. Вчера нужно было мне все закрывать все-таки. Теперь уже опустился на 62 тысячи, и не похоже, что он на этом остановится. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки и смотрим, что здесь происходит, но ничего хорошего. Общая капитализация минус полтора процента, биткоин минус 1,7, эфириум минус полтора процента, и юнити минус 4,8, тесла 1,7, красный рынок сегодня. Что криптовалютный, что фондовый. Доджкоин минус 5,2, МСРТ минус 2 процента. Смотрим теперь на биткоин, идет вниз и пробивает эту трендовую линию. Очень важно, чтобы он удержался на этой трендовой, я вчера говорил об этом. Но похоже, что биткоин все-таки идет вниз, под эту трендовую. Давайте сначала разберемся с недельным таймфреймом. Это неделька, значит, каждая свеча это одна неделя. Как-то неделя начинается не очень хорошо для биткоина. Начинал на 65500 долларов и опустился на 61200. Стохастик направлен вниз. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку. Он дал этот сигнал еще в феврале 2023 года. До сих пор его держит. Опускаемся на дневной. Стохастик идет вниз. Объемы тоже падают. Но такое не очень хорошо. Объемы такие же, как были вот на этой неделе. Смотрите, здесь тоже были слабые объемы. И биткоин падал. Вот здесь, смотрите, были низкие объемы перед падением биткоина. Вот, смотрите. И затем биткоин действительно пошел вниз. И то же самое происходит сейчас. Очень похоже. Да. Стохастик идет вниз. Объемы падают. Плохо все выглядит на чарте. За последние пару дней объемы очень сильно упали. 25 тысяч биткоинов торговалось. 34 тысячи биткоинов. 18 тысяч 24. Видите, что падают торговые объемы. Упали почти в два раза, считай. После холлвинга по факту действительно упали объемы в два раза. Вот смотрите, здесь было 60 тысяч. 70 тысяч биткоинов в день. А теперь у нас сколько торгуется? 24 тысячи биткоинов. В два раза. Это один из самых плохих признаков. А еще один это то, что закругленная вершина на биткоине. Биткоин опускался уже на 56 тысяч долларов. Потом был хороший разворот. И биткоин поднимался на 65 тысяч. Но теперь снова идет вниз. С 65 опустился уже на 61. Стохастик направлен вниз. Объемы падают. Все выглядит очень плохо. Ничего прекрасного не видно на графике. Пробивает эту трендовую биткоин на дневном. Но давайте на 4-часовом еще посмотрим. 4-часовой. И здесь биткоин пробивает действительно эту трендовую линию. Вчера я давал торговую идею. Но ее закрыло по стоп-лоссу. Ну а там дальше более безопасный вариант, который я давал на 59 тысяч. Но объемы очень сильно падают. Стохастик находится в перепроданности. На 4-часовом. Но пробивает биткоин поддержку. На 65, конечно, нужно было мне закрываться. А теперь биткоин уже на 61.200. Уже 4 тысячи падения. И очень много прибыли я так и не фиксанул. А стоило падают торговые объемы. Это же верный признак. Видите, вот на дневном тоже хорошо заметно, что падают торговые объемы на биткоине. Люди теряют интерес. Ну хорошо, давайте посмотрим, какие, может быть, паттерны формируются. Вот что-то вроде нисходящего треугольника. Может быть, внутри создается давление. Возможно, что уйдем вниз на 54 тысячи. Лучше было, конечно, мне все закрыть вчера. Биткоин стоил там 63 тысячи или что-то типа того. Теперь уже 61 тысячу долларов стоит биткоин. И никакой поддержки не видно. Нам поддержка на биткоине находится, теперь я бы сказал, здесь. На 56 тысяч в этой зоне. Если мы посмотрим на эту трендовую, то мы увидим, что... Ну что я имею в виду? Что биткоин вниз идет. Отскакивает от этой трендовой. Но это нисходящий тренд. Таким образом, может уйти на 55 тысяч долларов. Ниже, чем предыдущий минимум. Сюда может упасть. И похоже, что действительно такое и произойдет. И вчера нужно было продавать. Там я бы нормально так фиксанал прибыли. Но, ребят, теперь я думаю, что мы идем на 54 тысячи. Поставлю здесь уведомление на 54 тысячи. И давайте посмотрим на общую капитализацию рынка теперь и на эфир. Общая капитализация рынка криптовалют. 2,2 триллиона долларов. Бычий флаг. Мы находимся в коррекционной волне. В четвертой волне или вот там. Но основная трендовая линия, вот она. И возможно мы идем именно к этой трендовой. На 1,9 триллиона долларов. Легко можем туда упасть. Это минус 300 миллиардов долларов. Уйдет с рынка. 15 процентов. И возможно от этой трендовой мы только развернемся. Поэтому можем ожидать падения на криптовалютном рынке. Если это действительно пойдет именно таким образом, то падение будет вот это расстояние. 12 процентов. Падение на криптовалютном рынке. Вполне возможно. Перейдем теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня 638 тысяч 800 долларов. А еще раньше было 669. Поэтому получается минус 30 тысяч. Опускался баланс на 612. Я поднял его на 669. И теперь 638. Поэтому не зафиксировал прибыли. Сделка по биткоину в плюсе на 12 тысяч 800 долларов. Размер позиций 4 биткоина. Да. Закругленная вершина. Нисходящий тренд. Да. Не знаю. Не хочется мне закрывать эту позицию. Потому что хороший-то вход у меня был на 58 тысяч. Но если биткоин продолжит падение, то смысл тогда держать. Но если мы посмотрим на графики. На графике если посмотрим, то похоже там вроде на бычий флаг. Все еще выглядит как бычий флаг. И может быть пойдем на ретест. Нужно принять сложное решение. Потому что если я закрою позицию прямо сейчас, то у меня были очень хорошие входы на биткоине. По 58 я подобрал так хорошо биткоин. 58, 56 здесь. Конечно, лучше было бы закрыться на 65 тысяч. Но не закрылся. Если биткоин пойдет вниз, пойдет на 56 тысяч, может быть, с биткоин. Это будет довольно крепкое падение от того уровня, на котором сейчас находится биток. Это будет минус 8%. И на общей капитализации рынка, на общей капитализации рынка криптовалют, там тоже падение ожидается в 12%. И на биткоине тоже падение. Но дело в том, что биткоин может выйти вверх, но может и опуститься. Потому что видим нисходящий тренд. Да, вполне вероятно, что опустимся на 1,9 триллиона долларов. И биткоин тоже может опуститься. Биткоин может опуститься на 54, на эту трендовую линию. Видите, да? Биткоин в этом нисходящем треугольнике. И, как правило, вот таким образом работает. Опускаемся на 53. В мае продавай, иди отдыхай. Была же такая пословица. Но мы купили вот здесь, на 56. И хорошо так поймали этот разворот, но нужно было закрываться на 65 тысяч. Здесь, конечно, поддержка есть на биткоине. На 59. Единственная проблема – это торговые объемы. Они падают. 54 тысячи. Хорошая точка входа. Но теперь есть риски. Я могу закрыть позицию. А биткоин сейчас вылетит вверх. Но это вряд ли, потому что низкие торговые объемы. Но теоретически такое возможно. Оттолкнемся от этого уровня поддержки. Но, скорее всего, я бы сказал, вероятность 70%. Что биткоин пойдет на 54 тысячи. И уж только оттуда будет разворачиваться. Но это довольно сильное падение. От текущего уровня это получается 10%. Но для моей позиции это, конечно, слишком жестко. Ну, хорошо, я буду закрывать все-таки позицию на 4 биткоина. Закрою в профит 12 тысяч долларов. 12 тысяч 300. Текущая цена – 61.200. Но все-таки моя интуиция говорит мне, что не нужно пока закрывать. Что-то недостаточно сигналов для этого. Давайте посмотрим на доджкоины, на эфириум сначала. Эфириум. Тот же самый паттерн. Видите, да? Тот же самый, что и на биткоине. Нисходящий тренд. Объемы падают. После этого разворота, который был... Мы можем уйти на 2791 доллар. Там сильный уровень поддержки. И здесь падение будет сколько? 6% на эфире. Но видите, что здесь эфириум уже заканчивает свое падение. Потому что здесь он оттолкнется 2.900 и пойдет вверх. Поэтому можно сказать, что это уже последнее падение эфира перед разворотом. Но опять же, уменьшаются торговые объемы. На недельном стахастик направлен вниз. Идет к перепроданности. Моя интуиция подсказывает мне пока что держать, не закрывать. Могу выдержать это падение на 10-12%. Но сложно, конечно, сложно. Лучше было закрываться вчера уже. Зафиксировал бы профит на 24 тысячи по биткоину. Ну а теперь уже 12 тысяч долларов. Это прибыли. Ну-ка, закрою и потом перезайду ниже. Такое тоже возможно. Но может быть прямо сейчас биткоин развернется, пойдет вверх. Стохастик на дневном направлен вниз. На недельном тоже сложное решение. Четырехчасовые объемы падают. Видите, за последние 4 часа тут биткоин упал с 62600. Вот 59 тысяч возможен разворот, но здесь у меня даже стоит торговая идея. Заходим на 59692. Но более безопасный вариант – зайти ниже, на 56. А теперь я сам задаю себе вот какой вопрос. Закрывать ли мне свою позицию на фьючах, на споте? Закрывать или не закрывать? Вот в чем вопрос. Пересижу ли я это падение? Сколько это в долларах будет? 8%. 8% падения – это 5000 долларов. Тогда по моей позиции в 4 биткоина это будет падение в 20 тысяч долларов. И все-таки буду закрываться. Все-таки думаю закрывать. Да, сложно. Биткоин все-таки пробил эту трендовую линию. Видите, да, вот не удержался на ней и пробил этот тренд. Получается, что мы не выходим из этого треугольника. Нужны были торговые объемы. Вот здесь биткоин опускался и был отскок. Затем еще один. Ну а затем биткоин провалился. Ну хорошо, я все-таки буду закрывать. И перезайду на 56 тысяч. Поэтому закрываю прямо сейчас. По 61 200. Закрываю позицию на 4 биткоина. Это примерно 12 200 долларов прибыли. Подтверждаем. И моя позиция на 4 биткоина закрывается. На споте у меня также 2 биткоина. USDT на 243 500 долларов. 2 биткоина на 122 600. Но здесь я продам 1 биткоин. По текущей цене. Закрываю. Продаю 1 биткоин. По 61 252. На, уже опустился биткоин. На 61 241. Ну давайте посмотрим, подхватит ли мою заявку. На продажу падает биточек. Льется. Дальше мне нужно поставить ордера на покупку. Ну хорошо, давайте еще раз поставим заявку на продажу. По 61 220. Продаем 1 биткоин. Ну посмотрим, продам в этот раз или нет. Биткоин падает. Пока я пытаюсь его продать. Ну хорошо, сейчас уже близко подходим. 214 210. Я продаю 1 биткоин. 215 210. Нужно еще 5-10 долларов, чтобы поднялась цена. 170. Да, уже упал. Вот дерьмо. Так и не подхватил мой ордер. 173. Ну хорошо, я оставлю пока что эту заявку. Продолжим записывать видео, потом вернемся. Посмотрим, продал или нет. Ну и теперь я хочу продать какие-то альткоины. Покет у меня на 45 800. Покет пока что не падает. Давайте посмотрим на график. Покет там. Что там скажет график? Покет стоит 15 центов. Ну я там нормально-то заработал на самом деле на Покете. Мы покупали Покет здесь, внизу. Примерно по 12 центов. И в принципе неплохо-то прошли вверх. Поднимался на 17 центов Покет. Там нужно было закрываться, конечно. Ну а теперь стоит уже 15. А что там на недельке? Недельный. Объемы-то растут. Смотрите. Стохастик в перепроданности. Интересно. Но видите, что здесь основной уровень поддержки находится на один уровень. Вот здесь был на 0.125. И следующий уровень поддержки на 0.089. Поэтому нужно поставить ордера на покупку на эти уровни. На 0.125 и на 0.089. А сколько у меня там Покета? Покет у меня на 45 800 долларов. Надо сократиться. Давайте продадим. Продадим. Поставим ордер на 20 000 долларов. На 5 000 долларов. Одну заявку отправим. На 5 000 долларов. Еще одну. Ставлю ордера на продажу на Покете. Буду сокращать позиции. У меня было на 45 000 Покета. И хочу сократиться до 25 000. Нужно продать еще на десятку Покет. Поставим еще один ордер на 5 000. И по цене 0.153 тоже поставим ордер на 5 000 долларов. Итого в общей сложности я продам Покета на 20 000. MCRT тоже упал. Но я MCRT не продаю. А сука, дочь, смотрите, минус 6%. Вот падла. Давайте посмотрим на график. А, и по Покету мне же нужно поставить ордера на покупку. По 0.125 и 0.89. Да, все правильно. Переключимся на покупку. И там возьмем на 10 000 долларов. По 0.125. И на 10 000 долларов возьмем по 0.125. И на 20 000 долларов возьмем на 0.09. Там на 20 000 долларов будем подбирать. Итого, я поставил ордера на продажу Покета. И ниже поставил ордера на покупку. А теперь давайте посмотрим на Додж Коин. Простите, ребята, длинный, конечно, видос получается. Но вы видите, чем я занимаюсь. Управляю своим портфелем. Что куда? Большое, конечно, падение на Додж Коине. Тоже не закрылся. Надо было вот вчера утром записывал видосы. Чего же не закрылся-то? Поднимался на 17 центов. Если бы вчера продавал, то продал бы там. В любом случае, Додж Коин мы брали по 12 центов. Так что все равно я в профите пока что. Здесь на 12 центов можно тоже поставить ордер. А если не удержит, то тогда на 10 центов. Поэтому сейчас я все продам на Додж Коине и поставлю ордера ниже, чтобы перезайти. Сколько у меня там Додж Коина сейчас? На 39 600 долларов. Хочу продать на 10 000. Давайте продадим по текущей цене. Продается Додж Коин. Сколько у меня теперь Додж Коина осталось? На 29 000 долларов. Хочу еще сократить. Давайте продадим еще на десятку. 0 144 на 10 000 долларов. Продаем еще Додж Коин. Заполняются ордера. Хорошо, продаю еще на 10 000 долларов Додж Коина. Итого, Додж Коина у меня теперь на 20 000 долларов. Ворлд Коина на 38 000. Минус 11 процентов. Сильное падение, конечно. Нужно было вчера закрываться, так теряю деньги. По Додж Коин я поставил ордера на продажу. Продаю также Покет. И поставил там ордера на покупку. Это не ордера на продажу по Покету. И также заявки на покупку. Это Биткоин. Закрыл там позицию на 4 Биткоина. И что еще? Посмотрим, что на споте. USDT на 324 000. 1 Биткоин. Покет стоят ордера на продажу. И на покупку. MCRT держу. Ворлд Коин на 38 000. Ну давайте посмотрим на график. Минус 11 процентов. Сильное падение, конечно. Ворлд Коин поднимался на... Куда он там поднимался? Поднимался на 6 долларов 50 центов. Да, нужно было там закрываться, конечно. А теперь уже опустился на 5.30. И хороший там отскок был от 3 доллара 60 центов. Но также, я думаю, на 4 доллара 10 центов. Тоже хороший уровень для покупки. Итого 4 доллара 10 и 3 доллара 60. Нужно ли сейчас продавать Ворлд Коин? Имеет ли смысл? Имею в виду, что, на мой взгляд, исходя из того, что мы видим на графике, Ворлд Коин все-таки пойдет на 4 доллара 10 центов. И от этого уровня можем увидеть разворот. Там поддержка. 4 доллара 10 центов. Хорошо, давайте тогда закроемся. Частично сократим позицию по Ворлд Коину. Продадим на 10 000 долларов. И еще 10 000 долларов. Сколько там у меня Ворлд Коина сейчас? На 28 000. Но хочу сократить до 20 000. Поэтому продам еще на 10 000 долларов. Итого продаю 20 000 в общей сложности. И останется у меня 18 000. И я хочу взять... Хочу взять Ворлд Коин по 4 доллара 10 центов. 4 10 на 10 000 долларов. По 4 доллара 10. И сколько у меня теперь там Ворлд Коин на 18 700. И еще на 10 000 долларов. По 3 доллара 60. Хочу взять... По 3 доллара 60 центов возьмем на 10 000 долларов. А нет, по 3.60. Конечно, берем на 10 000 долларов. Итого, ордер на покупку на Ворлд Коине по 3 доллара 60. На... Мне кажется, я чуток налажал. Заполнен лимитка по 5.29. По 5.30. Получается, я продал на 1800 монет по 5.29. И 1800 монет по 5.30. По текущей цене 5 долларов 30. Итого, Ворлд Коин у меня остается на 18 000. Додж Коин на 19 000. Юнисвап на 27 000. МСРТ на 41 000. Покет на 26 000. 1 биткоин. Ворлд Коин 18. Додж Коин 19. Юнисвап на 27 000. Давайте посмотрим на Юнисвап. Опять же, по Ворлд Коину я поставил ордера на 4 доллара 10 и 3 доллара 60. Хорошо, теперь давайте посмотрим на Юнисвап. Не так уж сильно упал, потому что мы подбирали Юнисвап на этом падении. Он поднялся на 7.90 и теперь опустился на 7.30. Стохастик находится в перепроданности на недельке, на дневном, в средней зоне. Но легко я думаю, Юнисвап может опуститься на 5 долларов 80 центов. Хорошо, давайте продадим еще Юнисвап. 50% продадим и поставим ордер ниже на покупку. Продаю 50% Юнисвап и поставлю ордер на покупку по 5 долларов 80 центов. Заполняется ордер на продажу по 7.3. Продается Юнисвап, но возьму на 10 тысяч долларов по 5 долларов 80 центов. 5.80 на 10 тысяч долларов примерно. Итого, USDT на 358 тысяч. Один биткоин, покет на 45 тысяч, но там стоят ордера на продажу. Сокращаюсь до 26. Доджкоин, сокращаюсь до 19. Ворлдкоин на 18 тысяч, Юнисвап 13 тысяч долларов. И стоят ордера на покупку по 5 долларов 80 центов на Юнисвап. Ворлдкоин по 3.60. Покет по 9 центов, по 12 центов. Покет ордера на продажу по 15 центов. Но эти ордера еще не заполнились, они просто есть. Покет упал с тех пор, как я их поставил. Затем 15, сколько я продаю? На 33 тысячи монет, это примерно на 5 тысяч долларов каждый ордер. В общем, продаю покета на 20 тысяч. И поставил ордера ниже на покупку. Ворлдкоин по 3.60 доллара. И Юнисвап по 5 долларов 80 центов. Так, сократил позиции, короче. Один биткоин у меня. Покет на 26 тысяч. МСРТ на 41 тысячу. Доджкоин на 19. Юнисвап на 13 тысяч. И закрыл позицию на биткоине. Закрыл в профит 12 тысяч. Но было бы лучше закрыться вчера на 24. К сожалению, не зафиксировал прибыль. USDT у меня на 358 тысяч. Это получается больше 50%. Один биткоин. Покета все еще не исполнились ордера на продажу. МСРТ держу. И стоят ордера на покупку. И на продажу по Покету. И теперь мне нужно... Смотрите, падает биткоин. Валится биточек там. Прямо как я записываю это видео. Идет биткоин вниз. Уже провалился под 61 тысячу. Какая торговая идея. Подбираем биткоин на 56 тысяч долларов. Там двойное дно. 56 тысяч долларов. 56 тысяч 565. Давайте поставим там ордер. На 2 биткоина. По 56. Сколько там? 56 тысяч 565. 56 тысяч 565 долларов. Заходим на 2 биткоина. Нет, давайте лучше на 4 биткоина. Попытаемся отработать это двойное дно. 4 биткоина. Заходим по 56 565. Это мне обойдется в 11 тысяч 500 долларов. Размер позиции 226 тысяч. И это то, что у меня на споте. К сожалению, Покет ушел ниже. И мои ордеры на продажу не заполнились пока что. Ну что ж, на этом на сегодня все. Такое, конечно, длинное видео. Но посмотрели, как я торгую. Если вы хотите тоже так торговать, то под видео есть полезные ссылки. Один, это биржи, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Баббит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два, проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. Там я все подробно рассказываю. И три, присоединяйтесь к моему телеграмму. Ну что ж, на этом на сегодня все. Сократил все свои позиции. Расставил ордера на покупку. Может быть, я не прав, но может быть, я и прав. Если прав, то тогда все пойдет вниз. И заполнятся мои ордера на покупку. Я продал. Лучше, конечно, было продать вчера. Тогда фиксанул бы еще плюс 30-40 тысяч долларов прибыли, которые заработали на недавнем отскоке. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Всем хорошего дня и увидимся завтра.